Здравствуйте! Это новости на ННТ, в студии Махач Курбанов и небольшой анонс о том, что вы увидите в нашем выпуске. Вместо древних артефактов, теплицы и загоны, в Кайкенском районе предприниматели уничтожают уникальные памятники истории. Подробнее через минуту. На территории республики был выявлен новый индийский штамп коронавируса. Тем временем врачи призывают всех не сделать прививку, а на транспорте введен запрет на проезд без масок. Проверка началась с Дербенского района. Росельхознадзор инспектирует фермерские хозяйства перед сезоном уборки урожая зерна. Теплицы на костях. В Кайкенском районе предприниматели уничтожают уникальные памятники истории. Археологи даже не успели их изучить, как на объектах культуры федерального значения бизнесмены построили теплицы. О том, как в погоне за прибылью уничтожаются древнейшие поселения и курганы, в сюжете по тематам Ханаповой. Эксперт Мурат Сайпудинов показывает, как ранее выглядели разрушенные объекты культуры. Уникальные памятники археологии уничтожены бизнесменами самым варварским способом. Культурный слой срезали бульдозером и на месте холма сейчас стоят теплицы. Мы видим, что теплица заняла весь холм. Сделали с этой стороны весь сюда. И мы видим, что оно полностью разрушено. Этот памятник археологии называется Геметюбэ. Здесь ранее специалисты частично проводили исследования. Тогда ученые обнаружили под землей древнее поселение, которое относится к третьему тысячелетию до нашей эры. Главы муниципальных образований, сельские поселения и большие части не знают, что на их территории находится объект культуры. В генопланах не отмечены, где-то генопланах и нет. Интересно осваиваются земельные участки. Если посмотреть район Кайкинский район и дальше чуть южнее, у нас огромные площади под теплицами. Как объект культуры федерального значения оказался в руках предпринимателей, пока не ясно. Мы решили узнать у самих владельцев теплиц. Ворота, конечно же, нам никто не открыл, но мы решили связаться по телефону. Бизнесмен утверждает, что земля потомственная и во время работ никаких артефактов владельцы земли не находили. То есть, когда вы выравнивали землю, вы ничего не находили? Мы сейчас послушали хозяина теплицы. Он говорит, что при работах ему не встречались никакие артефакты. Но вот, буквально двух метров от ворот мы видим фрагменты керамического сосуда, который валяется в грязи. Это венчик сосуда, крупного тарного сосуда. Также мы видим фрагменты отщепов керамических. Все растоптано, весь археологический материал валяется на полу. Фрагменты керамики вот. В администрации района поясняют, разрешение на строительство каких-либо объектов власти не выдавало. Никаких разрешительных документаций на земельные работы и так далее не выдавалось. По этим двум фактам создана межведомственная комиссия. На основании этой комиссии будут даны дополнительные еще ответы по этим двум вопросам. Здесь, в Каякенском районе, от рук предпринимателей пострадал не один памятник археологии. Таких случаев множество, говорят ученые. Тепличный бум здесь оказался разрушительным для науки. Сколько еще важных для археологии находок были перемолоты ковшами, определить сложно. Пример Каякенской геметюби. Это хом, он в науке значится под названием геметюби-1. Там были еще второй, третий. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда все три памятника разрушены. И науке нанесен колоссальный ущерб. А этому объекту более пяти тысяч лет. Относится к эпохе ранней бронзы. Строительные работы здесь пока приостановлены. Зато хорошо видны следы варварской деятельности. Вся территория здесь усыпана осколками старинной керамики. Сейчас первоначальная задача для археологов и для специалистов хотя бы сохранить объект в том состоянии, которое мы видим, что прекратить его дальнейшее разрушение. Ушерб причинен на памятнике более полтора тысяч квадратных метров. Это, можно сказать, одна треть этого поселения. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Археологи говорят, главное в такой ситуации суметь сохранить хотя бы то, что осталось. Патимат Ханапова, Ирина Канберова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Каякенский район. 5,5 килограммов лирики и тропикамида изъяли сотрудники уголовного розыска Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте у 38-летнего махачкалинца. Запрещенные к свободному обороту сильнодействующие вещества обнаружила служебная собака в ходе обыска по месту жительства подозреваемого в сбыте препарата. Полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН, Управление Росгвардии изъяли свыше 5000 капсул красно-белого цвета с веществом и 336 флаконов с жидкостью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Ему грозит до 8 лет лишения свободы по статье 234 УК РФ, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО. 250 человек поступило с диагнозом COVID за вчерашние сутки в Дагестане, а за предыдущее число госпитализированных составило 276 человек. Эпидемиологическая ситуация остается крайне напряженной. Вылечились и случаи смерти. За вчерашний день от новой коронавирусной инфекции скончалось 4 человека. Между тем, на территории республики был выявлен новый штамм коронавируса – индийский. Врачи бьют тревогу и призывают жителей Дагестана, которые еще не привились от коронавирусной инфекции, сделать это в ближайшее время. Как говорят медики, многие скептически относятся к вакцинации. Всегда обсуждается во всех соцсетях, но это же не изученная вакцина. Вакцину изучать долго не нужно. Современные методики, современные технологии уже не те, которые были 20 лет назад, 30 лет назад. Это обычная вакцина, как и все вакцины, о которых мы знаем и знали еще с советских времен. И эта вакцина подчиняется тем же биологическим законам, которым подчиняются и все остальные вакцины. Очень часто люди спрашивают еще, оставляет ли это след в репродуктивной системе, а можно ли после этого рожать, а не возникнут ли после этого какие-то тяжелые заболевания. Но ничего этого не возникает. А неизученность ее, так называемая неизученность, заключается только в том, что мы не знаем, на сколько лет она защищает. Вот и все. Это единственный пробел, но это даже не сколько пробел, просто времени еще не прошло. Когда я задаю вопрос людям, которые перенесли тяжело заболевание и вышли из реанимации, и когда я у них спрашиваю, будут ли они при необходимости вакцинироваться, 99% из них отвечают, что они будут вакцинироваться при необходимости хоть каждые три месяца, лишь бы больше не испытать то, что они испытали сейчас. Отмечу, сейчас Дагестан в числе регионов с самым низким числом прибитых от ковида, наряду с Владимирской, Ульяновской и Вологодской областями. Ранее Сергей Меликов заявил, что при ухудшении и битой ситуации в Дагестане придется принять меры по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. В Дагестане введен запрет на проезд в общественном транспорте без защитных масок. Сегодня в Рио главы республики Сергей Меликов внес дополнительный пункт в указе об антиковидных мерах. Водителям не разрешается пускать в салон пассажиров без средств индивидуальной защиты. Указ вступает в силу с 25 июня. Необходимость принятия такого решения продиктована ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. 21 июня вступило в силу постановление, подписанное главным санитарным врачом Дагестана Николаем Павловым, согласно которому временно приостанавливается проведение богослужений с присутствием людей на территории республики до прекращения режима повышенной готовности. Министр по национальной политике и делам религии республики Энрик Муслимов прокомментировал запрет на богослужение с присутствием людей в связи с эпидообстановкой. Количество больных растет и если мы своевременно не примем соответствующие меры, то может вернуться к ситуации, которая была в 2020 году или еще хуже ситуация, может быть хуже даже 2020 года. Поэтому руководство республики принимает своевременные меры. В рамках проекта «Мой Дагестан. Мои дороги» в Цумадинском районе отремонтируют 5 улиц. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете выделено около 6 миллионов рублей. Напомню, что в прошлом году в рамках проекта было отремонтировано 4 объекта общей протяженностью 2,3 километра. В Дагестане фермеры скоро откроют сезон уборки зернового урожая, но первоначально специалистам необходимо провести мониторинг зерна. Кавказское межрегиональное управление Росельхознадзора начало проверку с Дербенского района. Как она проходит и с какими сложностями сталкиваются фермеры, узнавала Наталья Ханбабаева. Алиев Бибала вот уже 20 лет занимается сельским хозяйством. Признается, что в его случае урожай зависит только от погодных условий. В этом году с погодой не повезло. Из-за того, что в Дербенском районе долгое время не было дождя, земля в полях пересохла и полопалась. А от сильной жары некоторые посевы просто выгорели. От погоды зависит еще. В этом году тоже засуха была. В прошлом году тоже засуха была. В позапрошлом году тоже засуха. Самурской воды не было. Сейчас 15 или 16 мая они отпустили. Без полива уже трудно. Как видите, в Вечерноделом, а там песчанка. И наверху солончаки. Когда песчанка, когда дожди нет, она черта становится, как это асфальт. Помимо климатических условий, сельскохозяйственные предприятия сталкиваются и с другими сложностями. Например, из-за некоторых законодательных нюансов невозможно получить субсидии на приобретение техники. Обязательное условие для этого ГУП должен состоять в реестре малого и среднего предпринимательства. Однако государство помогает предприятию только с покупкой семян. Я не могу как ГУП, комбайн, ни Рослизинге, ни Даглизинге вообще купить не могу. ГУПу не дано. Нет возможности у ГУПа покупать технику по лизингу. Нонсенс какой-то. Потому что у меня должно быть залоговое обеспечение, чтобы получить, значит, купить технику в лизинге. Или получить кредит. А у меня нет залогового обеспечения. Я не являюсь собственником. Для того, чтобы выращивать зерно, фермерам необходимо соблюдать и технический регламент. По словам специалистов Росельхознадзора, самые частые нарушения – это отсутствие декларации, подтверждающей безопасность зерна и его правильного хранения. Управление напоминает, что при производстве зерна, реализации зерна и хранении, хозяйство и другие юридические лица, которые занимаются в сфере оборота зерна, они должны понимать, что должны соблюдать требования технического регламента о безопасности зерна 015-2011. В трех из шести весовых категориях сборную России по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио представят дагестанские спортсмены. Сегодня состав национальной команды огласил ее главный тренер Дзамбалат Тедеев. На Олимпиаде в столице Японии выйдет двукратный чемпион мира Заур Угуев – 57 кг, чемпион мира – двукратный чемпион Европы Гаджумрат Рашидов – 65 кг и олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Абдул Рашид Садулаев – 97 кг. Напомним, олимпийский турнир по вольной борьбе на играх в Токио пройдет с 4 по 7 августа. Это было все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, смотрите наши новости и также смотрите нас в соцсетях. До свидания.